Добрый день всем! Сегодня 27 июля Даугавпилс празднует 79-ю годовщину освобождения города от нацистских захватчиков. Говорят, самая сильная боль – это твоя боль, та боль, которую чувствуешь ты сам. И Даугавпилсу эта боль очень хорошо знакома. По свидетельствам очевидцев, целую неделю после того, как нацистские захватчики вошли в наш город, по улицам города лежали трупы людей. Их никто не убирал. В нашем городе был основан концентрационный лагерь «Шталаг-340», на месте которого мы сейчас и находимся. Даугавпилс пережил страшные вещи. Из почти 40 синагог в Даугавпилсе в послевоенное время осталась только одна. А общее количество уничтоженных в нашем городе евреев приближается к 15 тысячам. Здесь, на месте лагеря «Шталаг-340» лежат более 100 тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру. Сейчас, по официальной статистике, в Даугавпилсе проживает 78-79 тысяч человек. То есть, на этом месте лежат больше, чем целый город. Каждое поколение испытывает определенные сложности в своей жизни, и наше поколение тоже. Но какие же задачи стоят перед нами? Наверное, нам важно и нужно сохранить память. Нам важно и нужно рассказать нашим детям об ужасах войны. Нам важно и нужно противостоять нацизму, который опять поднимает голову в странах Европы. Именно поэтому я пришел сегодня сюда, чтобы почтить память тех людей, которые были уничтожены во время Второй мировой войны в нашем городе, в Даугавпилсе. Почтить память тех людей, кто освободил нас от коричневой чумы. Вспомним. Почтить память тех людей, кто освободил нас от коричневой чумы. Почтить память тех людей, кто освободил нас от коричневой чумы. Почтить память тех людей, кто освободил нас от коричневой чумы. Почтить память тех людей, кто освободил нас от коричневой чумы. Почтить память тех людей, кто освободил нас от коричневой чумы. Почтить память тех людей, кто освободил нас от коричневой чумы. Почтить память тех людей, кто освободил нас от коричневой чумы. Почтить память тех людей, кто освободил нас от коричневой чумы. Продолжение следует...